Привет! Приехали на пляж Бамамхур, рядом с Паттайей. Прогуляемся по пляжу, пока очень смотрится чисто, тихо, людей почти нет. Очень красиво. Вау, какая аллея красивая. Такая тишина, умиротворение. Не то, что Паттай, шум, грязь. Просто обалдеть, какая крона у дерева. Кокосы и бананы, кокосы. Юлька пошла за халявным кокосом. Давай прыгай, что ты? О, достаю. Ладно, рвать не буду, все равно его вскрыть невозможно. Да он еще маленький, мне кажется. Булькает, булькает внутри. Друзья, Паттайя, Паттайя, рознь. Как вам такая Паттайя? Спокойная, красивая. Тут даже море спокойное. А вот, собственно, специализированная машина, автоматизированная для чистки песка. Лежачки, гамак. Как красиво. Очень круто. Давай к воде подойдем, посмотрим водичку. Вот название гостиницы, где мы сейчас находимся. Мы на территории этой гостиницы, ну, пляж, который к ней примыкает. Ну-ка, Юль, шпильскометр включай, как песок здесь. Давай. Кстати, вот следы от дождя видно. И пескометр включили. Ну, что, мука? Манка. Манка. Потому что тут и вода чистая, вот смотри. Можно смело купаться. И не холодная. Вот видно контраст, как заканчивается территория гостиницы. А вот куча мусора. Вот так. Чисто. Куча мусора. Чисто. Куча мусора. Ну, не красота ли, а? Гамак стоит прям почти в воде. Обалденно. Юля говорит, сними нормально вот так со стороны. Вот. Снимаю. Хорошо? Идем дальше назад к пирсу. Покажи, какая грязненькая. Грязь везде. Ваш кроссовок? Чей кроссовок? Чисто. Чисто только у отеля, в общем. А вот оно, второй кроссовочек. В общем, решили быстренько покинуть этот грязный пляжик. Пошли искать чистый. Сейчас пойдем с этого пляжа в сторону пляжа Джамтэнь. Я думала, ты уже фото. Ждет, когда фото сделаю. Ага, сейчас. Здесь где-то школа. Там еще студенты были, университет. Очень колоритное мясо, на самом деле. Мне кажется, стоит здесь побывать хоть раз. Сейчас идем на этот искусственный каменный пирс. Здесь бетонная площадка заканчивается. И дальше только камни. Ну, красиво. Очень красиво. Смотри. Медуза прямо у берега, смотри. Вон. Пакетная. Пакетная. Или попросила еще одно фото. Медуза. Можно сделать фото. Смотри. Ага. Рассказывай. Очень красиво смотрится. Да, я тоже хотел сказать. То ли свет так падает, то ли что. Блин, не пойму. Ну и вот эти лодки с мусором смотрятся, сочетаются очень красиво. Да. Как современное искусство, да? Угу. Вот. Ремонт лодок. Полным ходом идет. Очень колоритное место. Что-то Женя для вас снимает. Потом увидим. Какая улица. Как красиво, узко. Ну вот, кусочек уличного искусства. Вот здесь так-то везде стрикт-арт. Смотри, граффити сколько нарисовано. С этой стороны еще лучше. Слушай, ну прям молодцы, конечно. Красавцы. Сейчас по этой дороге мы должны вернуться к морю ближе, по моим предположениям. Ну да, получается мы обошли рыбацкую деревню. И сейчас движемся к морю. О, ребятки стоят. А вот как эту рыбку сушат, которую продают потом на пляже. Сколько рыбы, сколько рыбы. И так все ровно, красиво выложено. На солнце все сушится. О, здесь покрупнее. Здесь еще крупнее. Да, красота. Запах. Вот если можно было запах передавать, а. Какой запах обалденный. Правда очень странное дерево. Вот есть дерево, есть пальма. И прям корнями, корнями этого дерева держатся пальмы. Или пальма держит это дерево. В общем, они как-то связаны между собой. Ты посмотри, что творят. Снова красота. А вот эта рыбка уже продается. Да, нет, кальмар, кальмар, кальмар. Вон рыбка. Вот это рыбеха. В общем, если хотите рыбы сушеной, то вам сюда. Потому что в этой рыбацкой деревне рыбы просто вагон. Есть рыба вот в таких банках. Есть сушеная в пакетах, не в пакетах. Креветки, кальмары. Ну и козырь нашей программы. Для тех, кто не видел, как растет манго, в том числе и для меня. Вот так оно и растет. Все дерево усыпано. Все дерево. О, да вижу я, да подожди ты. Слушай, правда, а почему красный здесь песок? Мы остановились. Мы остановились тут в кафешке. Красотища. Смотри, как тут шикарно. Для детей все продумано. Отдыхай, загорай. Питаем муравьев, конечно, около детских. Да, и вправду здесь песок красный. Красивое место. Вот в новогоднее настроение, пожалуйста. Идем дальше вдоль берега. Точнее, по ближайшей улице, которая примыкает к берегу. В сторону пляжа Джантейн. Вышли на большой рынок. Продуктовый. Да. Вот это цены, я понимаю. 50 бат, брюки, джинсы. 50 бат это 120 рублей. Мы тут огородами проходим вокруг храма, чтобы не потратить там время и не упереться в забор. Мы ищем путь к воде. Идем мимо. Вот, пожалуйста, Паттайя. Ой, Паттайя, я говорю. Вот Паттайя, которая... Папайя. Если бы мы рвали все, что видел. Арбузы желтые растут, смотри. А, нет, не арбуз, стол. Что это за морские твари? Мы еще не снимали бананы. Вот это находка. Вот это бабуля. Ты посмотри, какая бабочка. Она живая? Может, она... Она размером? Вот где мой палец? Улетела. Палец вот-вот. Короче, она была, вот как у Юльки голова вы сейчас вспоминаю. Вот такая. Ну да, она большая. Слушай, прикольно. Тут и заправка, и воды можно набрать, и вещи постирать. Все в одном месте. Смотрите, сколько кокосов. 50 бат, 50 бат, 50 бат, 50, 50, 50, 50. Тут если посчитать... На ламборгини хватит, мне кажется, сразу. Да, да, да. Для тех, кто катался на банане и не знает, где они хранятся. Вот они где ночуют. Это ночлежка для бананов. У нас телепередача в мире животных. Для тех, кто не видел ни разу козу. Вот коза. И свинью. Пожалуйста. Все для вас. Все для вас. А вот еще одна козочка идет. Аллилуйя, мы вышли к морю. Здесь тут снова лодки, лодки, лодки. Здесь сейчас должна быть большая, красивая марина. Марина в смысле не женщина, а, как сказать, это лодочная гавань. Подошли к этой Марине. Но тут ограждение. Измеряешь обязательно температуру, только тогда вас пропускают. В общем, такая территория. Спокойствие, тишина. Куча лодок на любой вкус. Первый раз в жизни вижу кран специальный для подъема лодок. Круто. Он снизу, получается, берет в обхват судно, поднимает и ставит на прицеп и увозит его на сушу. Пройти к судну непросто. Это каждый пирс. Пир. Би. Да. Карта. Нужна карта или просто нужно надавить? Карта. А, вот карта. Крутая лодка. У него солнечные батареи, он их моет. О, сап сбоку, смотри. Сап, каяк. Класс. Ой, красивый закат. Красавица, а. Фото, фото. С обезьянкой. Мандарины. Нет, это не мандарины. Апельсины. Что это? Орех какой-то. Орех. А сколько рыбы. Сколько рыбы там в воде. Как говорил Женя ранее, жалко, вы не ощущаете запах. Ах, а здесь запах денег. Ха-ха. Ха-ха. Это реально. Вот мы от Марины прошли по вот это невероятно красивое место. Вот здесь пальмы, газон. И вышли к какому-то кафе, ресторану с живой музыкой. Очень такой спокойной, умиротворяющей атмосферой. Идем дальше. Красота. Территория отеля должна быть. Народу сразу резко все чисто. Очень шикарный скейт-парк на территории гостиницы. И еще один скейт-парк для деток. Ко-как на территории гостиницы. Ты ко мне идешь? Ты ко мне идешь, а что-то. Ты ко мне идешь? Нет, так мимо просто, мимо прошел. Ещё какой-то фрукт. Это всё пляжи Паттайи. Паттайя очень разная. Поэтому к выбору гостиницы стоит внимательно отнестись. Ну что, друзья, необычная прогулка. Это, как всегда, мы вышли просто посмотреть кусочек пляжа. В итоге побывали в какой-то деревне рыбацкой. Потом посидели на берегу моря. Потом шли дальше, заблудились. Пришли теперь на эту песочную линию с крутейшими отелями. Нам будет посмотреть, какие здесь отели. Вход свободный, между прочим. Вход свободный, да, зайти с торца, с моря. Красивая набережная, вот эта марина с лодками. Да, всё классно. До завтра.